Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Пардон. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. С самого начала давайте сделаем небольшой саундчек. Слышите ли вы нас? Коллеги, если вы нас слышите, пожалуйста, поставьте плюсик во вкладку questions. Да, нас слышат. Ага, хорошо. Коллеги, если вы нас перестанете слышать, либо кто-то сейчас нас не слышит и не видит, скорее всего, не слышит, да, то, пожалуйста, переподключитесь. Я надеюсь, они увидели. На эту надпись. Да, хорошо. Запись у нас нашего вебинара будет позже, скорее всего, ближе к вечеру. Мы вам сделаем рассылочку, куда и приложим нашу ссылку на запись этого вебинара. Так, ну что, начинаем наш сегодняшний вебинар. Наш вебинар называется... Наташа, как он называется? Новогодние продажи с Bittrex24. Совсем недолго осталось до Нового года, и это время как раз для максимального получения отдачи от продаж, от клиентов. Ты вот сразу начала про продажи. Давай сначала представимся. Вебинар будем вести. Я, Стракат Олег, руководитель отдела тестирования. И кто еще? Я, Наталья Крихина, руководитель направления Bittrex24. Да, хорошо. А давай теперь уже про... Да, собственно, я знаю, что к нам подключилось несколько участников, у которых еще нет Bittrex24, поэтому пару слов о том, что это такое. Это облачный сервис, это, можно сказать, ваше рабочее пространство, ваше виртуальное рабочее пространство, где вы можете управлять и задачами, работать с клиентами, обсуждать какие-то вопросы внутри компании. В общем, это полностью все ваши рабочие инструменты, собранные в единый такой комплекс. Итак, сейчас не только Новый год, но и очень напряженная экономическая обстановка в стране, все вы об этом знаете. И вот у нас есть такой небольшой совет, собственно, что нужно делать в кризис. В общем-то, нужно делать все то же самое, но в 10 раз быстрее. И в 10 раз, конечно же, эффективнее. Но самый главный вопрос, конечно же, как это делать. И сегодня мы постараемся вам рассказать, как это сделать с Bittrex24, а конкретно с CRM и со звонками Bittrex24. Коллеги, я не сказал, что у нас будет, в общем-то, да, содержательная часть. И после каждого такого блока мы будем принимать от вас вопросы. И вы, пожалуйста, сейчас их уже пишите во вкладку questions. Небольшая рекомендация. Пожалуйста, чем короче вопрос, тем больше шансов, что мы его прочитаем, потому что нам потребуется меньше времени, чтобы его прочитать и подумать, как на него ответить. Ну, давайте уже на это начнем. Вот у нас такая некая упрощенная схема, как работает CRM в Bittrex24. Но вы не пугайтесь, это просто схема. Мы решили на одном слайде окинуть все таким вот общим взглядом, чтобы посмотреть, как что проходит. Наверное, начнем с лидов. Не все знают, что такое лид, просто не все употребляют этот термин. Это холодный контакт, либо какая-то ваша зацепка. Любая небольшая информация, контакт, который вы получили на выставке, вам кто-то позвонил, не представился, вы знаете просто номер телефона, к вам кто-то обратился, написал письмо, либо вы о чем-то узнали. Это любая-любая информация, из которой теоретически может получиться ваш клиент, клиент вашей компании. И вся эта информация заносится в CRM. Дальше она конвертируется уже в потенциальный контакт, либо это какая-то компания, либо это уже фактически готовая сделка в перспективе. Дальше по этой сделке уже могут быть добавлены какие-то коммерческие предложения клиенту, выставлен счет, счет оплачивается, сделка успешно завершается, и вы смотрите воронку продаж. Ну, давайте мы пойдем уже по самой этой схеме. В реальном Bitrix24 мы создали тестовый портал специально для демонстрации, и вам покажем, как, собственно, весь процесс выглядит вживую. Да, ну давай я начну, наверное. Прежде всего, коллеги, как только вы зарегистрировали портал, мы, естественно, начинаем всегда с настройки нашего портала. Ну, настройки портала мы сегодня пропустим, да, и начнем. Да, то есть мы не будем показывать все в общем, чем что есть в Bitrix24, если у вас появляются вопросы, вы всегда можете нам в своем, там, либо нам отдельно как-то их задать. Итак, начинаем с настроек CRM. Настройки CRM находятся у нас здесь. Еще настройки. Прежде всего, нам необходимо настроить наши справочники. Что такое справочники? Это какие-то заготовленные статусы, источники, те сущности, которые мы будем использовать в наших сущностях CRM. То есть в данном случае, например, мы находимся в статусах лида. Давайте посмотрим, где они у нас есть. Вот здесь у нас заданы статусы, которые мы посчитали, что они чаще всего используются. Да, то есть, собственно, это те этапы, по которым идет ваш лид, ваш холодный контакт до уже до какого-то своего завершения. Он превращается либо в потенциального клиента, да, либо вы его конвертируете как некачественный лид, да, например, он там не отработан или человек, там, интересовался совсем не тем, что вы продаете. Да, то есть вот это значение этого справочника у нас здесь как раз-таки видны. Это наш статус нашего лида, уточнение информации, ну и другие. Давайте посмотрим, я расскажу о статусах. Да, то есть вы можете их заполнить так, как вам нужно, то есть назвать так, как это принято в вашей компании. Да, совершенно верно, Наташа. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас есть три статуса, которые нельзя удалить, то есть один начальный и два финализирующих статуса. Вот они. Первый статус – это не обработан, здесь даже крестика нет, вы просто даже можете перетаскивать этот статус, но удалить его нельзя. Но его можно переименовать. Можно переименовать, совершенно верно. И есть у нас два финализирующих статуса. Один – положительный статус, второй – отрицательный. То есть лид сконвертирован, мы считаем, что мы его успешно отработали. Я покажу, что такое позже сконвертировать лид. И есть некачественный лид. Это лид, который мы отработали, но не смогли его превратить ни во что, ни в контакт, ни в сделку. Поэтому мы называем некачественный лид и убираем. Дальше, что у нас есть еще в наших справочниках? Это различные источники. Я позже покажу, где мы их используем. Также в сущности при добавлении лида и так далее. Типы контакта, поставщики, партнеры. Да, то есть источники типа контакта – это, собственно, такие информационные маркеры, которыми вы обозначаете ваши лиды, откуда они появились. Потом можете сделать сортировочку, посмотреть, откуда вообще приходят к вам контакты. То есть мы это сделали для того, чтобы вы свою ЦРМ подогнали именно под вашу область. Например, типы контакта в ювелирной промышленности будут одни, могут быть одни в автомобильном бизнесе, это будут другие. Так, ну вот это наши справочники. Также здесь, да, еще есть у нас статусы счета, об этом мы тоже позже поговорим. Да, и, конечно же, здесь у нас есть стадии сделок. Это мы всегда обращаем на нее особое внимание. Почему, Наташа? Потому что, наверное, это самая важная проработка именно каждой стадии сделки, детальная проработка для усиления продаж. Когда к вам приходит менеджер, и он сразу видит, по каким стадиям ему нужно провести контакт, чтобы совершить успешную продажу. Это, собственно, для него такой небольшой мануал, небольшое руководство к действию, что ему нужно не забыть. Например, если это автодилер, ему не забыть, нужно пригласить клиента на тест-драйв. Да, или в данном случае у нас еще осталось в прошлом вебинаре «Настройка для ювелирной компании». Вот оценка мастером, ввод он в работу, это вот я создавал. Да, или, например, по сделке у нас есть клиент, да, мы все время приводим его в пример, торты продает. Там реально очень много этапов, и менеджеру необходимо провести по каждому, да, и не забыть. Например, спросить, нужна ли ему коробка, потому что если он не спросит изначально, нужна ли клиенту коробка, то потом предлагать ее за дополнительную плату, ну, уже не очень приятно будет клиенту. Слушай, Наташа, у нас уже много вопросов, мы с тобой их, коллеги, мы их все видим, мы их озвучим после нашего первого блока, давайте продолжим пока что еще с настройками. Дальше, что у нас еще есть в настройках? Валюты. Я быстренько пробегусь. Понятно, что это валюты, это наша валюта, в которой мы будем выставлять наши сделки. Что-то мне прям, простите, но смешно смотреть на этот курс. Да, курс еще был у нас дореволюционный, но неважно, ладно. Здесь также вы можете выбрать базовую валюту, которая будет подставляться по умолчанию при создании различных сущностей, сделок, товаров и так далее. Ну, сейчас у нас это наш рубль. Что у нас еще есть в настройках, Наташа? Налоги, да, понятно, что здесь также можно задать наши налоги, которые мы также можем использовать в сделках, там, НДС, без НДС, это все стандартно. Ну, местоположения также вы можете сюда загрузить, различные местоположения, которые вы можете использовать также в своих сущностях. Способы оплаты. Что это такое? Это, наверное, тоже одно из важных настроек, которые необходимо сделать. Здесь вы заносите в свои там банковские, ну, в способ оплаты банковский перевод, это то, что вы будете получать от юридических лиц. Ваши реквизиты, ваш логотип, это то, в каком виде будет от вас уходить счет клиенту. Да, мы это используем, ну, вот этот способ оплаты, да, Наташа, мы используем в сделках, в счетах, в счетах, и позже мы еще покажем, как его использовать в коммерческих предложениях. Ты, а, ты уже хочешь? И такой же, ну, то есть, вот, нет, для коммерческих предложений вот они, по-моему, отдельные. Да, совершенно верно. Так, ну, давай все-таки я посмотрю, что там можно задать у нас в способе оплаты. Я здесь уже задал какие-то наши реквизиты, да, вы видите, что здесь у нас есть адрес компании. То есть, вот здесь от типа клиента, да, вы видите, что здесь тип клиента выбрана компания. То есть, если вы будете выставлять счет для компании в своем... Да, для компании, то у вас будет вот такой счет. Да, то счет уйдет вот с вашими, с этими реквизитами и с логотипами, там, если нужно загрузить, печать, подпись, то все это уйдет вот именно отсюда, вся информация уходит отсюда. Если вы выберете тип контакт, например, вы работаете с физическими лицами, то при выставлении счета контакту уйдут другие реквизиты. Уйдут другие реквизиты. То есть, да, в данном случае у нас можно задать отдельный счет для компаний и отдельный для контактов. Да, если вы работаете с теми и с теми, то нужно задать два варианта. Да, ну, в общем, я скажу еще раз, что здесь я задаю наши реквизиты, фамилию, имя, отчество, руководителя, бухгалтера, логотип нашей компании, который будет также у нас представлен в счете на распечатку, печать, печать не обращайте внимания, и подпись тоже какая-то, подпись в интернете я ее нашел. Так, да, с этим мы разобрались. То же самое мы будем настраивать и для предложений. Да, вот здесь у нас есть отдельный счет для контактов, как говорила Наталья, но здесь я его не запомнил, потому что мы его в примере использовать не будем. И точно таким же образом мы настраиваем наше коммерческое предложение, которое будет уходить клиенту. Это наши реквизиты, опять же, логотип, печать, подпись и так далее. Позже мы это посмотрим. Так, что у нас, Наташа, есть с тобой еще в настройках? Так, права доступа. Очень важный раздел. Я думаю, нас еще спросите о том, как сделать так, чтобы этот человек видел все сущности, а этот видел только свои. Сразу же объясняем, я думаю, расскажем потом еще раз. Это делается в этом разделе. Здесь есть такая сущность, как роль. Каждому своему сотруднику вы задаете роль, которую он выполняет в вашей ЦРМ. Мы по умолчанию здесь представили несколько ролей. Это менеджер, руководитель отдела, директор и администратор. Ну, давайте посмотрим, что у нас может делать менеджер. В данном случае менеджер у нас может видеть только все свои сущности, то есть свои контакты, свои сделки, свои лиды и свои предложения. Ну и, собственно, выставляет свои счета. А компания все? Да, а компания может видеть все. А какие еще варианты есть? Варианты у нас есть еще вот такие. То есть можно видеть, ничего вообще нельзя видеть, там свои, своего отдела, отдела подотделов, да, открытые все. Это роль менеджера. Вы также можете задать свою роль и очень гибко настроить здесь все права к остальным сущностям. Так, после того, как мы задали роль, мы начинаем добавлять, начинаем раздавать эту роль конкретным людям. Ну, давайте, например, кому-нибудь. Да, либо группу какому-нибудь. На отдел можно? Можно. Вроде бы. Сотрудники и отделы, да, конечно же, можно. Вот, допустим, у нас есть информационно-технический отдел, мы ему не дадим никаких прав. Вот, например, есть у нас Юрий Волошин. Мы можем дать ему роль какую? Все правы. Мы можем дать ему роль администратора, он будет у нас видеть вообще все, если я не ошибаюсь, да? Вот так мы выдали роль нашему сотруднику и теперь он у нас будет видеть все. Так, хорошо, с этим разобрались. Я думаю, вы нас еще об этом спросите. Мы сейчас, точнее, позже вам еще расскажем. Бизнес-процессы. Ну, очень быстро остановлюсь. Скажу лишь, что вы можете автоматизировать ваши технологические процессы, которые присущи именно вашей компании с помощью нашего инструмента как бизнес-процессы. У нас позже будет пример небольшой с бизнес-процессом по распределению лидов по менеджерам. Да, тогда подробно останавливаться не буду. Пойдем дальше. Дальше, бизнес-процессы, пользовательские поля. Наверное, здесь стоит сказать о том, что пользовательские поля вы можете создать, как и здесь, да? Это у нас, это такие дополнительные поля, которые будут у вас использоваться в ваших сущностях, в сделках, в лидах, в контактах. Да, если, например, вот у нас есть карточка лида, мы ее покажем. Там мы представили такие очень типовые поля для этого лида, то есть типовая информация по лиду, по контакту. Но вам, скорее всего, будут необходимы дополнительные какие-то поля, которые свойственны вашему бизнесу, да, и которые мы там могли предусмотреть. Здесь, вот именно здесь, да, либо прям напрямую в карточке вы можете их добавить. Да, вот сейчас мы как раз и покажем. Я бы ознакомил, что это за поле. Сейчас я как раз покажу вам, где можно, собственно, создать эти поля более удобно. Например, мы сейчас говорим про дополнительные поля лида. Это мы недавно, не так давно это реализовали. Можно прямо сделать это при добавлении лида. Наташа, ну вот здесь давай расскажи. Здесь вы можете добавить напрямую поле, да, либо какой-то раздел. Раздел это будет, например, как здесь у нас видно, о лиде или о контакте. Можете добавить поле, которое вот вам необходимо, и представить, как будет результат виден, да. Это будет просто какая-то текстовая строка, это будет число, это будет просто поле с ответом «да», «нет», либо это будет какая-то дата. А в настройках там будет более гибкий подход, и вы можете добавить какие-то уже другие результаты. Да, там есть у нас расширенный набор полей, да, здесь мы что-то представили. Мы как раз покажем, у нас есть небольшое видео, как это все, то есть как это выглядит. Выглядят именно настройки в карточке, да, то есть вы можете это настроить либо в карточке лида, либо в сделке, либо в контакте, интерфейс, собственно, идентичность. Вы можете выносить вверх, да, как вы видите здесь сейчас в таком синем поле, важную информацию о том, что это у вас за сущность, да, что за контакт, и какая по нему важная информация вам нужна. Вы можете закреплять меню, добавлять, да, то есть закрепить. Вот сейчас вы видите, что карточка осталась, а верхнее меню CRM, оно закреплено. То есть мы видим, вот, лент в ленте, лента мои дела, сделки, это все у нас остается очень удобно, работать с информацией на экране. Можете добавлять какие-то комментарии по сделке, по контакту и представлять их так, как вам нужно, да, то есть все вот эти данные, сущность, контакт ответственный, вы можете там либо убирать, либо добавлять, менять местами, размещать либо в колонках, да, либо вот на всю ширину растянуть. То есть делайте так, как вам будет удобно, как вам удобно работать. И, собственно, эти все поля, они все редактируемые, все можете менять статусы и работать с ними. Да, хорошо, видос у нас закончился, давай мы пойдем дальше, что у нас есть еще, ой, что такое, что у нас есть еще интересного в настройках. Прошу прощения, пойдемте посмотрим. Да, пользовательские поля, свойства товаров. Свойства товаров – это то же самое, что и пользовательские поля для наших сущностей. То есть здесь вы можете добавить… Но для товаров каталога. Но для товаров каталога. Об этом мы позже расскажем о каталоге товаров. То есть вы также можете добавить какие-то свои поля, да, и тем самым настроить форму добавления товара для своей отрасли, для своей сферы деятельности. Так, что у нас здесь есть? Если я не ошибаюсь, мы также можем настроить эти же поля и в форме добавления товара. Или не можем? По-моему, можем. А, нет, не можем. Здесь мы можем добавить только лишь раздел. Да, сейчас это мы как раз дорабатываем. Это, скорее всего, будет... Возможно, это будет до Нового года. Не знаю. Так, ну, хорошо. Значит, дополнительные поля для свойства товаров. Так, что у нас здесь есть еще? Наверное, стоит остановиться на почтовых шаблонах, да? Так как работа с CRM подразумевает отправку большого количества писем клиентам, компаниям, то здесь мы можем задать наши почтовые шаблоны. Это можно сделать здесь. Вы заходите сюда, добавляете название какого-то почтового шаблона. Да, ну, давайте мы с вами видим там. Мой шаблон. Выбрать, для какой сущности будет у вас работать этот шаблон. В данном случае это будет лид, сделка, контакт, компания. Давай, для лида. И напишем, например, какой-нибудь отбивочный текст с уважением строка. И потом вы увидите, что этот шаблон у нас будет всегда подставляться при отправке письма для какого-то лида. Так, вспомню еще, что у нас есть в настройках. Ну да, здесь у нас есть настройки интеграции с 1С-предприятием, но в этом вебинаре мы рассматривать это не будем. Кстати, у нас есть один замечательный вебинар, где мы прям очень подробно рассмотрели все эти... Все это у нас есть. Если вам, коллеги, это интересно, вы, пожалуйста, напишите. Ой, слушай, вопросов уже накопилось столько, сейчас мы на них... Я думаю, что по настройкам у нас, в принципе, все. Мы как, уже будем что-то отвечать? Да, мы сейчас тогда по блоку настройки. Сейчас давайте коллеге поотвечаем. Так, Александр Лавров нам пишет, направил... Здравствуйте, Александр. Направил ряд вопросов на почту Натальи. Я думаю, Наталья вам ответит прямо в почте, Александр. Так, что у нас здесь еще? Возможно ли создать сценарий ответов для диспетчера, менеджера при разговоре с клиентом? Наташа. Что еще раз? Возможно ли создать сценарий ответов для диспетчера? Сценарий скрипты, вот именно сценарий разговора у нас пока нет. Сейчас это все реализуется именно на стадии сделок, когда у вас менеджер видит, что делать дальше с клиентом. Но прям вот конкретных сценариев пока нет. Я думаю, что это все-таки будет еще дорабатывать. CRM будет развиваться, потому что это очень часто спрашивают. Так, отчет распределения контактов по менеджерам. Как сделать? Спрашивает нас Виктор. Виктор, это можно сделать в отчетах. Не знаю, если мы сегодня успеем, мы расскажем подробно про настройку наших отчетов. Да, в отчетах именно распределение по менеджерам это есть. Так, возможность иметь, видеть различные статусы для различных отделов. Есть у нас такое? Если не ошибаюсь, если я вас правильно понял, Виктор, то у нас нет сейчас такой возможности задать различные статусы ваших сущностей для различных каких-то отделов. Пока что у нас такого нет и, возможно, это появится позже. Ой, какой длинный вопрос. Ты спрашиваешь, можно ли установить планы продаж менеджерам и контролировать исполнение этих планов. Ну и, соответственно, за неисполнением вычитать, либо наоборот, да, там, бонус начислять при исполнении. Такого прям системы KPI в CRM нет. Есть, то есть можно настроить. У нас есть пример в курсе, в документации, как это настраивается. Давайте я покажу, где документация. Можете зайти, то есть когда вы находитесь в CRM, вы можете зайти здесь вверху, в правом верхнем углу. Есть такой значок помощи. Это переход именно к системе помощи, да, вот вы видите ссылку, учебный курс. То есть есть небольшой ролик, да, когда вы просто ознакомительный ролик для CRM. И уже дальше вы переходите в учебный курс по продукту. Это более углубленное изучение. И вот здесь у нас есть примеры в меню, вот, сценарий использования CRM. И есть сценарий, KPI, по-моему, у нас здесь был, что-то не вижу. Или KPI у нас был просто в примерах. Да, вот у нас есть просто в примерах, сбоку есть меню, KPI для организации. И там мы расписываем, как можно определить, да, то есть как можно реализовать систему KPI с помощью BITREX24. Но это не будет такой именно прямой настройки, да, чтобы поставили план продаж в CRM. И при исполнении или не исполнении у вас сразу будет, сразу появляться будет отчет. Такого пока нет, но вообще как бы сценарий интересный. Мы подумаем над его реализацией. Так, вот пишут. Есть у нас приложение в маркетплейсе для получения актуальных курсов валют. Можно ли их скрестить с модулем валюты и с CRM, чтобы курсы не вбивать вручную, а автоматически обновлять каждый день? Мы подумаем, Александр, возможно, мы сделаем... Есть в управлении сайтом такое. В управлении сайтом, да. Но мы сейчас говорим про наш BITREX24. Ты меня сейчас это самое. Вопрос так, про телефонию мы чуть-чуть позже расскажем, у нас есть. Так. Вопрос хороший про разные стадии сделок для разных отделов. А это я уже тебе говорил, я тебе уже спрашивал. Ты мне ничего не ответил, поэтому я ответил сам. Если хочешь, дополни еще как-нибудь. Так, как дать право доступа на добавление товаров? Виктор, я не уверен, что у нас есть сейчас такое отдельное право для добавления товаров. Мы посмотрим, если для вас это критично, то мы запишем и подумаем, возможно, добавим отдельное такое право. Так, что у нас здесь еще? Вопрос на будущее. Можно ли как-то автоматизировано загружать в товары прайсы поставщиков, Дмитрий? Прямо сейчас вот такого вот автоматической загрузки прайсов поставщиков, Наташа, у нас нет? Нет, такого нет. А напишите мне, пожалуйста, на адрес Натальи, собак1sbitrix.ru, как вам видится этот сценарий? То есть, что бы хотелось дальше с этими прайсами делать? То есть, прям выбирать из разных прайсов поставщиков нужный товар, одинаковый товар для… То есть, у вас пересекаются эти товары или это разные товары? Ну, то есть, вы хотите и будете их руками выбирать, когда будете клиентам вставлять счет, либо чтобы оно как-то автоматически это делалось? Да. Чтобы мы тогда детально обсудим, как это можно сделать. Адрес твой я отправил. Так, можно сделать некоторые поля только для чтения для пользователей? Спрашивает. Ой, Виктор, сегодня у нас, Виктор Поляков, очень активный наш участник вебинара. Прямо столько вопросов. Очень приятно. Наташа, можно или нельзя? Можно ли сделать некоторые поля только для чтения для пользователей? У нас же есть право на чтение. Так, а поля какие поля? Исключить поля из карточки? Нет, именно просто из карточки? То есть, если я правильно вас… Если есть право на редактирование на всю карточку, то это право на всю карточку, на редактирование Лида. А на конкретное поле такого нет. Алексей Рожко нас спрашивает, а где вопросы? Мои вопросы видно? Алексей, все наши вопросы видим только мы. Вы видите их только если… Мы видим ваш вопрос про холдинг. То есть, как настраиваться различные реквизиты для выбора и выставления счетов в коробочной версии, в холдинге? Там идентичная же у нас серая? Абсолютно идентичная. Прям полностью. То есть, можете также заходить в настройки, в способы оплаты. Да. И там настраивать. Ой, много-много вопросов у нас. Можно ли запретить пользователю изменять вид полей сделки, чтобы созданные в карточке сделки поля были обязательны для отображения? Тамерлан нас спрашивает. По-моему, сейчас у нас такой возможности нет. Тамерлан, если не ошибаюсь, да? Но я смотрю, что уже не только одному вам требуется. Я передам это продукт-менеджерам. Если я не ошибаюсь, сейчас у нас такого сделать нельзя. Можно ли генерировать автоматический приходный ордер по счету, акт сдачи приемки и прочее? Сейчас у нас акта сдачи приемки нет. Приходного ордера у нас пока что тоже нет, да? Ну, над документами в СРМ, над документами по счетам я знаю, что работа ведется. Работа ведется. Пока этого нет. Позже. Да, то мы тоже обещать не будем, потому что непонятно пока это когда выйдет. Виталий спрашивает нас, как создать товар с характеристиками. Виталий, если я вас правильно понял, то это можно реализовать с помощью свойств товаров. Это, конечно, не полная, скажем, поддержка, скажем, СКУ, которая есть у нас в Бусе, но какое-то подобие товаров с характеристиками это позволит нам сделать. Так, будет ли вебинар по настройкам синхронизации с интернет-магазином на базе Битрикса? Какие возможности предоставляет синхронизация? Антон, у нас вебинар такой был, очень хороший вебинар. Мы позже покажем, где вы. А, кстати, может быть, покажем, да? Давай покажем, где вы можете посмотреть запись такого вебинара. Запись их вебинаров у нас на сайте. Bittrex24.ru, раздел поддержка, вебинары. И, собственно, где происходит запись на вебинар, точно там же выкладывается и видео. Этот вебинар у нас был на 26 ноября. Онлайн-продажа, Bittrex24, интернет-магазин. И здесь вы можете посмотреть запись. Там вы можете посмотреть, очень хороший вебинар, очень нам понравился. Возможно, мы позже поведем его еще. Ой, так, завтра будет новое обновление системы, Виталий? Мы не знаем, возможно. Возможно, будет обновление системы. Кто знает? Возможно, будет обновление системы. Так, что еще? Ну, наверное, давай уже продолжим. Вопрос у нас еще есть. Длинный вопрос про дубли лидов. Мы продолжим. Итак, коллеги, пожалуйста, еще пишите. Мы еще будем несколько раз останавливаться на то, чтобы прочитать ваши вопросы. Если вы помните, мы настроили с вами CRM. Мы пробежались по настройкам, задали наши справочники, валюты, выставили права доступа. Что дальше? Традиционно мы начинаем с набора лидов в нашу CRM. Я лишь просто скажу, как вы можете их получить. Вы можете получить их с веб-формы вашего сайта, который также сделан на Bittrex. В предыдущих вебинарах мы рассматривали, как это сделать, как это настроить, подключить. Сейчас я на этом останавливаться не буду. Дальше. Вы можете импортировать свои лиды. Покажем, как можно импортировать лиды. Ну, давайте мы для примера сначала наши лиды экспортируем. Вот я выделил все наши лиды. Сейчас мы сделаем экспорт в CSV. Да, все наши лиды. Импорт у нас тоже только из CSV. Только из CSV. То есть, если, допустим, у вас есть файл XLS, вам необходимо будет его перекодировать сначала в CSV. И только потом вы сможете его загрузить в нашу CRM. Ну, давай, сделаем такой рискованный шаг. Мы удалим сейчас все наши лиды. Сконвертированные лиды у нас не удалятся, потому что их нельзя удалить. Да, вот у нас остались только сконвертированные лиды. А теперь мы их импортируем. Допустим, мы пришли откуда-то с другой CRM. Ты помнишь, где сохранился этот файл? На загрузках. Да. В форме импортирования лидов здесь также вы можете скачать шаблон, пример, как должен выглядеть ваш файл для того, чтобы мы его корректно прочитали, и чтобы корректно прочитали все ваши данные из этого CSV-файла. Ну, вот он тоже. Да, вот он наш файл лидов. Ну, здесь тоже есть у нас настройка. Кодировку вы должны выбрать сами обязательно. Наш портал работает в кодировке UTF-8. Ваши другие порталы, либо ваш файл CSV, может быть совершенно в других кодировках. Это вы должны учитывать сами. Здесь же вы можете задать формат имени ваших сущностей, в данном случае лидов, в котором будут импортированы ваши лиды. Здесь же также задается у нас разделить колонок. Ну, это мы не останавливаемся. Все работает по умолчанию. Так, да, здесь мы создаем соответствие полей. Здесь также у нас, так как мы экспортировали из нашей CRM, у нас все уже настроено. Давай посмотрим, есть ли у нас есть дубликаты. Мы что сделаем? Мы их заменим, да, Наташа? Дубликаты. Давай. Да, у нас успешно импортировано 11 лидов. Давайте мы сейчас посмотрим, что они у нас есть. Вот они у нас есть. Все эти лиды, которые я удалил в тот раз, они к нам все пришли. Еще вы можете получить лиды откуда? Задать их руками. Да? Ну, конечно. Именно этот пример мы сейчас и будем рассматривать. Так как мы уже конец года, лидов у вас должно быть уже у всех очень много, сейчас осталась у нас стадия дожимания, да? Нам до нового года. Да, то есть сейчас уже неделя, поэтому дожимаем то, что есть. Дожимаем то, что есть. Давайте мы, например, создадим какой-то лид. Наташа, создадим что ли? Например, звонок от кого? Звонок от Наташи. Звонок от Наташи. Наташа у нас, да, у нас будет статус лида, уточнение информации, например, да? Можно ли вам 3 или 4 телевизора? Да, 3 или 4 телевизора. Возможная сумма сделки. Давайте сначала мы создадим, не создадим, а выберем товары, которыми интересовалась у нас Наташа. Наташа у нас интересовалась Мерседесом и так, между делом, еще интересовалась, сколько у нас стоит Kia Quorris. Да. Мы это добавили в возможные товары нашего лида. Так, у нас автоматически подставилась возможная сумма сделки. Она такая совсем кучерявая. Ответственный у нас будет наш Антон Степанов. Именно он сейчас работает с лидом. Так, ну, давайте мы здесь узнаем, мы знаем, что нашего клиента зовут Наталья. Наталья, да? И больше мы о ней ничего не знаем. Таким образом, мы считаем, что у нас появилась какая-то зацепка. Зацепка, которая еще не является ни контактом, ни компанией, и даже еще, в общем-то, и не сделка. То есть, просто Наташа у нас позвонила нам, поинтересовалась Мерседесом, поинтересовалась у нас. Да, и теперь мы, сейчас мы будем ее дожимать. Каким образом? Нам необходимо запланировать какие-то дела. То есть, запланировать работу с этим конкретным лидом. Что мы будем делать? Не забыть перезвонить. Не забыть предоставить какую-то информацию. И вот как раз в карточке Лида мы можем добавить, да, то есть, запланировать, например, встречу. Позвать клиента на тест-драйв, либо приехать, наоборот, к нему и все показать. Товары у нас добавлены. Запланировать задачу, например, подготовить пакет материалов, да, там, фотографии машины, какие-то буклеты предоставить. Запланировать звонок, например, да, когда, мы любим этот пример приводить, когда вы звоните клиенту или вам звонят. И вы не можете в данный момент разговаривать, вы просите перезвонить мне, пожалуйста, завтра в 3 часа дня, да. То есть, ну, какой процент менеджеров перезвонит вам конкретно в 3 часа дня, а не в 4 или там через день. Так вот, чтобы не забыть, да, все мы люди, у нас очень много дел, запланируйте звонок, запланировать звонок с клиентом, во сколько, пусть вам система напомнит о том, что необходимо позвонить и что необходимо обсудить. Ну, либо написать письмо напрямую, да, напрямую из CRM. Как раз здесь мы можем посмотреть, выбрать шаблон. Вот он, наш шаблон, да, то, что мы заполняли. Вы можете, кстати, в шаблон вносить не просто подпись, да, целый, весь текст письма, которые вы будете отправлять Лиду, потому что зачастую это типовые письма. И все, и полностью наши все дела, они будут отмечены в ленте CRM, когда вы будете заходить и вы будете видеть отдельно, что вам нужно сделать. Здесь отображаются 5 последних, 5 горящих дел, которые нужно сделать прямо вот-вот и не пропустить. Да, так вот, после мероприятий, которые я запланировал с Натальей, я их все провел. Допустим, я ее дожал и узнал, что это у нас... Ой, как тут я все скачу, это интересно. Я вернусь сейчас в наш лид, и, допустим, я уже получил от нее больше информации. Я где-то у нас, где у нас звонок от Натальи, от Наташи. Допустим, я узнал, что это не просто Наташа, а Наташа Грихина. Я узнал, что Нат представляет не частное лицо, а какую-то компанию. После этого я могу наш лид сконвертировать, потому что я его успешно обработал. Я конвертирую его в какие-то более полезные сущности. В данном случае я конвертирую ее в контакт. Я знаю, что это Грихина Наташа. Так, ну, отчество я у нее не помню. Если я знаю какие-то ее данные по контактам, здесь я могу их указать. Я могу указать ее телефон, сайт, если имеем другие какие-то данные. Я узнал, что, как вы помните, что она представляет у нас компанию, компанию Bittrex. Поэтому сразу же этот лид я конвертирую и в компанию. Указываю, да, здесь мы указываем, что это у нас название компании Bittrex. Здесь же можно выбрать логотип, если он у вас есть, если каким-то образом он у вас оказался. И здесь же я могу сконвертировать потенциальную сделку наш лид. Так, звонок от Наташи. Именно сделка является нашей целью, нашей финальной сущностью, с которой мы будем в дальнейшем работать. Здесь мы что видим, что у нас уже автоматически подставилась наша сумма из представленных товаров. Да, допустим, я узнал, что все-таки Наташу интересует больше Mercedes. Я удаляю этот товар Kia Coris. И у нас автоматически подсчитывается сумма сделки. Можно также выбрать тип сделки. Ну, здесь представлены еще с прошлого вебинара мои ремонт либо изготовление. Не обращайте внимания. То есть здесь вы, как я и говорил, тип сделки вы можете задать у нас в настройках справочниках. Допустим, мы будем изготавливать один Mercedes для Наташи. Так, да, выбрали мы все сущности, заполнили. Общая сумма у нас подставилась. Сохраняем. После этого наш лид получает статус «Сконвертирован». Давайте сейчас мы его найдем. Вот он наш лид от Наташи. Он у нас оказался успешно сконвертирован. И больше с лидом я работать уже не буду, потому что это та сущность, которая, в общем-то, мне уже не нужна. К ней я могу обратиться только если захочу посмотреть какую-то историю. То есть как велась история, как велась работа с этим лидом. Были ли какие-то добавленные товары, совершались ли звонки, управлялись ли письма, ну и так далее. Так, а на вопросы отвечать будете были попозже? Ну давай уже завершим с вот этой частью, потому что дальше у нас еще большой блок по телефону. А, хорошо. Да, после того, как мы сконвертировали наш лид, я начинаю работать уже с другими сущностями. Либо с контактами. То есть вот появился наш контакт Натальи Грифина. Да, совершенно верно. Здесь также вы видите все данные, которые мы задавали ранее. Ее телефон, который я указывал, ответственный, ну и другие какие-то данные. С компанией, которую представляет Наталья, например, если мне нужно будет уже выставить какие-то там дополнительные материалы уже самой компании, а не Наталья. Где наша? Вот наша компания Bittrex. Здесь уже даже есть с логотипом. Ну у нас там другая, другую. Ну да, у нас здесь много компаний Bittrex. И финально я начинаю работать именно со сделкой. То есть я хочу все-таки сделку довести до получения денег. До продажи. До продажи, до получения денег, до получения бонусов. Вот она наша сделка от Наташи, звонок от Наташи. Здесь мы сразу же можем редактировать, менять ей статусы. Ну здесь у нас опять же статусы из предыдущего вебинара. Допустим, мы что? Ну понятно, что статусы будут у вас свои, те, которые вы добавите. То есть я также могу планировать какие-то дела. Дела с этой сделкой, добавлять события, назначать задачи по сбору документов, либо что-то еще по подготовлению документов. Планировать звонки, встречи. Ну здесь уже идентично делам по всем другим сущностям. Да, совершенно верно. Что мы можем сделать еще с нашей сделкой? Ну допустим, что мы Наташу все-таки уже дожали, она согласилась, и мы ей выставляем счет. Это мы сделаем прямо из сделки. Вот у нас есть табик счет. Давайте выставим счет. О, а вопросы, вопросы все идут. Так, да, выставляем счет. Тема нашего счета, естественно, звонок от Наташи. Статус у нас будет уже, допустим. Тема счета, я все-таки думаю, товар. Ну давай, продажа, продажа, продажа Мерседеса. Наташа. Да, срок оплаты, ну, зададим какой-нибудь через, не знаю, через неделю. Здесь у нас автоматически появилась привязка к нашей сделке, звонок от Наташи. Здесь же мы можем выбрать предложение, но об этом мы поговорим чуть позже. Автоматически у нас подставился наш контрагент, то есть наша компания Bittrex, контактное лицо. Реквизиты у нас взяли здесь, те, которые я задал ранее. И автоматически у нас подставился способ оплаты, банковский перевод для компаний. Так, здесь мы можем задать что? Различные комментарии, которые отобразятся либо в счете, либо будут видеть только наши менеджеры. Также мы здесь видим подставленный товар, наш Мерседес. Сохраняем. Давайте посмотрим, как выглядит наш счет, что мы с ним и что мы с ним сможем сделать. Вот я нахожусь в счете. Здесь мы можем наш счет распечатать. Мы можем распечатать его как и с подписями и с печатью, так и без. Я знаю, что это кому-то требуется, нас даже спрашивали такой вопрос на вебинаре. Такая возможность у нас есть. Ну, давайте посмотрим, как выглядит наш счет. Мы его скачаем в виде файла PDF. Выглядит он так. Вот наши реквизиты, наш логотип компании. Реквизиты получателя, банк получателя. Указан наш товар, наша печать. Кто у нас руководитель, генеральный директор, главный бухгалтер и его подпись. Так выглядит наш счет. И, наверное, стоит отметить, что если у вас настроена интеграция с CRM, то счета выставляются... С 1С. Да, то есть они попадают в 1С напрямую. Вам не нужно 10 раз их пересылать к бухгалтеру. И нумерация счетов будет одна вместе с 1С. Да, совершенно верно. Все правильно. Ну и здесь же, конечно, из этой формы мы можем отправить Наталье наш счет по почте. Да, Наташа? Да, вот открылась наша форма. Мы отправляем... Ну, я не задал у себя контактный e-mail Наташи. Вы видите, что здесь у нас прикрепился наш счет в виде файла PDF. Можно что-нибудь написать. Вот ваш счет. И отправить его по почте. Наташа его отплатит. В 1С придет информация о том, что наш счет оплачен. Автоматически изменится наш статус. Все хорошо. Если у вас не подключена 1С, многие же работают без этого, то оплату счета можно выставлять здесь руками. То есть отметить, что счет подтвержден, счет оплачен, и уже сделка закрывается. Ну, давай мы с тобой оплатим счет. Мы говорим, что он у нас оплачен. Номер документа у нас какой-нибудь такой. Комментарий. Ура! Ура! Теперь мы отметим Новый год. Сохраняем. Счет у нас оплачен. Что мы можем сделать дальше с нашей сделкой? Наверное, это надо было сделать до выставления счета. Мы можем отправить ее... Мы можем отправить нашему контактному лицу какое-то коммерческое предложение. Наташа, а мы будем показывать видео, как мы настраиваем коммерческое предложение? Нет, по настройке конкретно не будет. Ну, давайте добавим коммерческое предложение. Звонок. Мерседес. Для Наташи. В этом коммерческом предложении мы формируем то, что мы хотим ей продать в виде красивого файла. Здесь же также можно задать необходимые реквизиты. Автоматически у нас прикрепляются здесь наши сущности. То есть, с кем мы работаем. Мы работаем с контактом Наташи Грихина и с компанией Bittrex. Можно также прикрепить файлы. Кстати, здесь это у нас наше дополнительное поле, которое я создавал в предыдущем вебинаре. Ну, мы можем, давайте, например, какой-нибудь еще дополнительный файл прикрепим. Так. Здесь же можно создать у нас еще различные комментарии. Ну, естественно, выбрать какие-то еще, например, товары. Либо какую-то услугу. Ну, например, мы вам продадим Наташу не только Мерседес, но и доставим до подъезда. До подъезда всего за какие-то 5 тысяч рублей. Либо мы зарегистрируем вашу машину в ГАИ. Очень быстро, пожалуйста, купите наш Мерседес. Мы сохраняем наше коммерческое предложение. С ним мы также можем... Что мы с ним можем делать? Мы его также можем отправить по почте. Да, у коммерческого предложения также есть свои статусы. То есть это может быть черновик. Да, вот так как я сейчас уже отправлю Наташу, то я поставлю статус отправлен на клиенту. Я могу его скачать в PDF. Давайте посмотрим, как он выглядит, чтобы вы тоже имели представление. Да, вот наше коммерческое предложение в виде файла PDF. Вы видите здесь также уже заданные ранее мной реквизиты. Компании, логотип. Наши товары, Мерседес и доставка до подъезда, другие реквизиты. Опять же, генеральный директор, печать, подпись. Все, ура. Мы отправляем наше коммерческое предложение Наташа. Она его получает, отвечает мне, соглашается, оплачивает мою сделку. Ура. Мы получаем... И эта сделка уже завершена. Она завершена. Мы получаем наши бонусы. Что мы делаем дальше? Что мы делаем с нашими бонусами? Дальше все, результаты всех сделок уже можно смотреть в отчетах. Первый отчет, который нужен, там, наверное, самый полезный отчет в CRM, конечно, воронка продаж. Она может быть у вас как конверсионная по процентам, по стадиям, на каких стадиях у вас находятся сделки. Либо как классическая воронка продаж уже по вот таким стадиям. Отдельно есть отчеты в CRM, которые формируются уже детально, детально по менеджерам, по товарам, по сделкам. Очень-очень много разных товаров. Давайте, наверное, посмотрим, не знаю, вот у нас спрашивали, да, распределение контактов, распределение лидов по менеджерам. То есть мы видим, да, что у нас вот два менеджера есть, Антон Семенович, Олег Стракатый. Как распределяются по ним, что у нас здесь, лиды, да, или контакты. Каждый отчет, который есть, да, вы можете настроить для себя, для своей компании. Вы можете зайти, сверху есть функция, ну, во-первых, все данные можно экспортировать в Excel и дальше уже с ними работать детально. Либо скопировать этот отчет и уже исправить его так, как нужно вам. Здесь детальная-детальная проработка есть. Сначала нужно сформировать вообще видение отчета, который вам нужен, и дальше уже настраивать его в СРМ, да, то есть по каким статусам, как фильтровать, какие данные показывать, нужна ли вам диаграмма, либо не нужна диаграмма, за какой отчетный период этот отчет будет формироваться, там, за месяц, за неделю, еще за что-то. Дополнительно к каждому отчету, то есть вот у нас он уже сформирован, типовое распределение лидов, можете выбирать отчетный период, да, то есть уже фильтровать, как по какому ответственному, по каким источникам лидов и так далее. То есть уже детально-детально это смотреть, смотреть эти отчеты. Ну что, по вопросам? Да. Вопросов прям что-то совсем многовато. Видать, давно вы не рассказывали про СРМ. Ну хорошо, давай. Можно ли настроить автоматическую рассылку счетов на оплату своим клиентам по графику? Спрашивает нас Артем. Рассылок у нас пока нет, но они планируются, то есть они планируются в следующем году. Не уверена, что прям будет автоматическое уже, но над рассылками мы работаем. Сейчас такой функции нет. Нам их дали сейчас в тестирование, мы их скоро уже будем тестировать, да, уже прям совсем сильно. Я пригласил нового сотрудника к своему Bittrex24. На следующий день ему было предложено поменять пароль. Таким образом, в IT Network он может, а вот подключиться к нашей СРМ он не может. Пароль не подходит. Иван, я предлагаю вам обратиться в техподдержку. Сейчас мы с вами этот вопрос не решим, только через техподдержку. Так, можно ли распределять лиды по менеджерам в зависимости от графика работы? Например, менеджеры работают по сменному графику. Антон нас спрашивает. Прям такой вот у нас лиды именно от графика работы. Мы можем, и чуть-чуть позже мы это покажем, распределять входящие звонки. Именно ставить их в очередь. И в зависимости от того, там сотрудник онлайн или не онлайн, звонок будет на него перевозиться, либо не будет. Но вот прям четко распределять уже готовые лиды по графику работ, такого нет. Нет, такого у нас нет. Длинный вопрос про дубли лидов. Спрашивает нас Виктор. При создании нового лида проверяются дубли только с контактом. Интересно. Почему новый лид автоматически не присоединяется к существующему лиду? А почему он должен присоединиться к существующему лиду? Если это дубль. Если это дубль, мы можем указать. Нам система скажет, что у нас есть такой уже лид. И дальше нам... Да, то есть вообще это должно работать по такой схеме, что если вы загружаете лиды и говорите, что дубль заменить, как вот мы сейчас сделали в нашем примере, он должен обновить текущую. Он добавит же информацию к лиду. Если это не работает, напишите, пожалуйста, техническую поддержку. Да, я не знаю, покажем мы сегодня, мы успеем или нет, но у нас есть проверка на дубликаты при добавлении лида, ну и вообще других сущностей. И также можно сделать поиск на наличие дубликатов по всему списку лидов и указать, что мы с ними можем сделать. Слить, либо удалить, либо оставить. Так, что у нас есть еще? Экспорт кастомных полей пока не работает? Пока не работает. Но возможно будет. По какому принципу определяется дубль лида при заливке? Виктор, он определяется по принципу совпадения. То есть если у вас есть поля, которые вы указали, скажем, и значение их совпадает, например, имя, фамилия, то система у нас ругнется. Можно ли добавлять товар в лиды сделки? Сделки счета только из справочника. Виктор, можно. Можно добавлять их как руками, так и из справочника наших товаров. Так, а могут ли быть переменные в письмах? Дмитрий, переменных в письмах у нас пока что быть не может. Однако вы можете отправлять письма с помощью бизнес-процессов и там играться с какими-то переменами. Там в текст уже можно добавлять. Да, и там уже можно. Но, наверное, сегодня мы это рассматривать не будем. Будем рассматривать это в другом вебинаре. Слушай, вопросов столько много. Просят подробнее писать работу с документами. Дмитрий, нам показалось, что мы достаточно подробно писали работу с имеющимися у нас документами. Как и где посмотреть историю создания и удаления лидов? Задача – контроль информации. У нас есть история. В лидах. История по всей нашей ЦРМ. Здесь вы можете посмотреть, что было. И можно прямо отфильтровать по лидам. Да, здесь у нас есть выбор того, почему мы будем фильтровать, что с ними было. Ну, в данном случае, да. Например, за какую дату? На этой неделе. Да, такая история у нас, Алексей, есть. То есть раздел «История». Ой, можно ли отключить обязательное поле фамилия или сделать его необязательным? Я, если честно, не помню у нас… Сейчас посмотрим. Давай посмотрим. В контактах, наверное, да? Добавить контакт. Да, можно. Будем считать, что можно. Так, как сравнить первичный лид с конечной продажей? Задача – анализ трансформации лида. Не совсем вас понял. Нужно, да, посмотреть, какая конкретная у вас задача, то есть что нужно сделать, какая информация-то нужна. То есть вы хотите, наверное, сравнить первоначальную сумму сделки, планируемую, с реальной продажей, если я правильно понимаю. Это можно попробовать сделать через отчет, но пока я сомневаюсь, что такое можно настроить. Да, хорошо. Сложно сказать. Наверное, скорее нет. Дальше Алексей нас спрашивает, как защититься от дублирования при конвертации лидов, контактов. Вы это можете сделать на этапе работы с лидами, то есть при добавлении, либо уже, как я и говорил, работая со списком лидов. То есть непосредственно при конвертации контактов у нас проверки на дубликат, если не ошибаюсь, сейчас нет. Но, кстати, интересный вариант. Да, возможно, мы это сделаем. Так, да, задача была борьба с мусором. В общем, все правильно. Так, есть ли возможность менять этапность выполнения продажи? Интересный, Евгений. Интересный вопрос. Я его немножечко не понял. Пожалуйста. Этапность хотят менять этапы, стадии сделать. То есть, если это вопрос про сделки, да, тогда вы можете их задать сколько угодно, если мы вас правильно поняли, через те же справочники. Да, если, Евгений, я вас неправильно понял, пожалуйста. Он поменяется статус, если поменяется этап, так он для всех поменяется. Для всех сделок. Можно ли задачу, встречу и прочие дела по сделке назначать на другое подразделение, либо сотрудника? Можно? Задачу? Задачу можно, да, безусловно. И встречу тоже можно назначать по правам. Если вы можете ставить задачу этому человеку, то можете. Все задачи у вас будут складироваться в разделу задачи, да, то есть здесь у нас вот есть уже какие-то дефолтные, вот в данном случае обработка контакта Наталья Грихина. Все наши встречи будут идти в наш календарь, но сейчас они у нас здесь не заданы, поэтому вы также можете с ними работать, как с отдельными сущностями. Да, то есть это все то, что есть задачи календарей в CRM, это все те, все те же самые сущности в BITRIX24. Ой, какой длинный вопрос, Максим, простите, если я его успею, я зачитаю чуть-чуть позже. Так, можно ли сделать интеграцию 1С документа оборот с BITRIX24? С 1С документа оборотом, прям с CRM-кой, наверное, нет. Наверное, скорее всего, нет. Так, замечание к счету. НДС, как правило, пишется ниже строчки и того. Максим, большое спасибо за такое замечание. Кстати, если я не ошибаюсь, позже мы добавим возможность регулировать расположение каких-то данных текстовых в документе. Но это будет не прямо сейчас, это будет позже. Можно ли каталог товаров синхронизировать с 1С? Егор, можно. Мы это рассматривали в отдельном вебинаре. Мы еще раз позже покажем вам ссылку, где этот вебинар можно будет досмотреть. Мы как раз и покажем раздел вебинары, пункт меню поддержка на сайте BITRIX24. И там вот список всех вебинаров. У нас прошедшие вебинары, мы по всем выкладываем, где у нас получилась запись, выкладываем запись. И есть вебинар от 26 ноября. Смотрите, он полностью записан, там все это есть. Что еще? Возможно перераспределить управление статусами документов по полям. То есть статус оплачено должен иметь возможность менять только бухгалтер, а не менеджер. Нет распределения статусов документов по полям у нас сейчас нет такого. Возможно будет позже. Так, слушайте, вопросов прям много. Возможно ли при выставлении счета использовать несколько своих компаний? То есть несколько шаблонов со своими реквизитами. Да, это возможно. Можете добавить, просто называть их в списке. Как он у нас называется? Способы оплаты добавлять не один. У нас для примера создан банковский перевод и для контактов и компаний. Вы можете добавлять сколько угодно и с разными реквизитами от разных ваших компаний. Как в момент неуспешного завершения сделки настроить обязательное указание причины отказа от клиента, а потом вывести это поле в отчеты? Обязательность полей у нас, если не ошибаюсь, есть. Давай, Наташа, проверим. Я, если честно, не помню. По-моему, должна быть. Настраивается она у нас в пользовательских полях, например, для лидов. Обязательность, да, но если при определенном статусе, это тоже может быть? Обязательность у нас есть, но при определенном статусе, к сожалению, такой возможности у нас сейчас нет. То есть у вас обязательность будет срабатывать сейчас и при успешной конвертации, и при неуспешной конвертации. Но, кстати, интересный момент. Возможно, да, возможно, мы это сделаем. Запишем, Максим, ваш вопрос. Передадим его продукт-менеджером. Так, ну что, мы еще поотвечаем парочку минут, да, и в 11, наверное, уже начнем про телефонию. Да, и пойдем уже дальше по телефонии. Ой, 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 ой. А в Excel или в Word нельзя скачать счет? Или в каком-либо другом редактированном формате? Нет, Дмитрий, счет можно скачать у нас только в PDF. А редактировать вы можете непосредственно только в нашей CRM. Так, созданные отчеты администраторам не видны даже другим администраторам. Поддержка не ответила. Как настроить доступ к отчетам другим пользователям? Максим, если я вас правильно понял, то это настраивается во вкладке доступа, да, если... Но очень странно, что поддержка вам не ответила. Ну, это в ролях настраивается, да? Да, это настраивается у нас в правах доступа. Например, да, чтобы другому дойти. Да, 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 да. И, Максим, если все-таки, вот как вы говорите... Это что на отчеты у нас нет права? Созданные отчеты администраторам не видны даже другим администраторам. Максим, если вам, как вы говорите, техподдержка не отвечает, в чем я очень сомневаюсь, пожалуйста, вы пришлите нам, либо Денису Шаромову, номер тикета, мы разберемся и узнаем. Но у нас нет прав на отчеты. Мы обсудим это с продукт-менеджерами нашими, но... Это настраивается, скорее всего, в отдельных отчетах. Да, это глубоко настраивается. Есть ли возможность общаться с клиентами каким-либо онлайн-мессенджером, с клиентом с отражением в истории, кроме Bittrex Network? Максим, такой возможности у нас сейчас нет. Мы не поддерживаем интеграцию с какими-либо онлайн-мессенджерами. Но вы можете общаться с ними через почту, либо через телефон, как мы это покажем позже в нашем вебинаре. Да, 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 да. Если клиент дважды звонит в компанию, и разные менеджеры фиксируются в два лиды, которые, по сути, одинаковые, система это отследит, и что сделает? Алекс, Алекс, Алексей, наверное, да? Да, система это отследит, как мы это уже говорили. Наша система вам предложит либо слить эти лиды, либо просто скажет, что есть дубликат, дын-дын-дын, не добавляй, либо что-то придумай. Прямо при добавлении, да? Да. На основании чего формируется график отсутствия. Это вопрос у нас не по CRM, а по порталу. Он формируется на основании тех данных, которые вы внесете, либо тех данных, которые внесут ваши сотрудники из календаря. Да, то есть если вы в календаре, там есть такая галочка поставить, обозначить свою занятость. Там есть просто занят, а есть занят отсутствию, и занести в график отсутствия. Вот если они это отметили, это появится в графике отсутствия. Так, да, слушай, ну что у нас там? Давай уже, наверное, продолжим про телефонию. Мои коллеги, еще позже, наверное, остановимся. Я вижу, что вопросов еще много. Да, то есть, ну, собственно, небольшой такой вывод по этой части относительно работы с CRM, но пока без звонков. Чем это помогает? Чем BITREX24 CRM вам помогает? Вы не упустите ни одного потенциального клиента. То есть у вас есть все необходимые инструменты для работы с ними. Это напоминание, это постановка задач, напоминание о встречах, планирование звонков и так далее. То есть там распределение сделок по статусам и так далее. Чтобы вы, ваши менеджеры, работали и на каждой стадии получали максимум-максимум результата. Можно автоматизировать работу менеджеров, раскидывать ливи между ними, автоматически ставить задачи и прочее. Соответственно, да, то есть у вас вырастут число успешных сделок. Можно повторные делать, повторные продажи, да. То есть если вы что-то продали клиенту, можно сразу же запланировать, напомнить ему там через месяц, через два месяца, через год о какой-то там, о какой-то повторной продаже. Ну и, соответственно, инструменты для определенного анализа продаж. Но все-таки CRM без общения с клиентами, без звонков, это, наверное, не совсем максимальная возможность CRM. Поэтому в Bitrix24 CRM, конечно же, тесно интегрировано с телефоней. Как подключать? Что нужно сделать, чтобы у вас это заработало? Вам нужно арендовать городской номер или подключить 8800 из Bitrix24. Настроить автоматическое распределение лидов, сейчас мы покажем эту очередь. Ну и, конечно же, пополнить баланс. Ну, либо подключить свою АТС, если вы уже используете офисную, либо какую-то виртуальную АТС. Как подключается CRM в Bitrix24? Давайте посмотрим. У нас есть такой большой другой портал. Давайте посмотрим. Давайте сразу изначально. Раздел «Телефония», «Настройки». Мы переходим. Вот здесь мы как раз видим, да, вы можете привязать свой, либо арендовать номер, либо подключить свою телефонию. Мы сначала рассмотрим пример с арендой номера. Когда вы подключаете какой-то городской номер, либо, как уже показали, 8800, например, выберем страну Россия, городской номер, и нам в списке показывается, да, там выберем на Москву, разные номера. Выбираете из этих, из предложенных номеров номер и арендуете. Ежемесячный платеж за аренду номера – 990 рублей. Но в эту стоимость входит, наверное, не столько сама аренда этого номера, сколько услуги по, уже как бы дополнительные услуги по звонкам, по телефонии. Это и обработка очереди, это запись звонков, это распределение звонков по менеджерам. Все то, что вот мы вам сейчас покажем. Как происходит настройка. Вы можете, то есть вы, предположим, мы арендовали городской номер, он у нас есть, мы его зафиксировали, да, то есть закрепили за своей компанией. На этот номер мы будем получать входящие звонки. И, соответственно, мы же с этого же номера будем видеть, да, то есть этот же номер будут видеть клиенты и могут нам на него, соответственно, перезвонить, когда мы им звоним. Что можно сделать? Когда происходит обработка добавочного номера. То есть если вы каждому своему сотруднику присвоите добавочный номер, да, то есть человек, то есть вам клиент сможет его дополнительно набирать. И если конкретный сотрудник, которому поступает звонок, не отвечает, можете указать, что нужно сделать. Перенаправить его очередь, соответственно, звонок перейдет другим сотрудникам, либо перенаправить звонок на мобильный телефон сотрудника. Если сотрудник не на месте, то звонок уйдет ему на мобильный. Ну, либо оставить голосовое сообщение, которое сотрудник позже прослушает. Если входящий номер есть в базе СРМ, это необходимо здесь отметить, осуществлять ли эту проверку, и мы рекомендуем все-таки это делать, то что делать с этим звонком? Во-первых, когда звонит клиент, который уже привязан к определенному менеджеру, звонок поступает на конкретно этого менеджера, ответственного за клиента. Если менеджер не отвечает, вы также здесь выбираете, что нужно сделать. В очередь на мобильный, либо на автоответчик. Если номер не найдем в СРМ, вы не знаете, кто это звонит, вы можете автоматически создавать новый лид. Наверное, вот это вот самая главная функция интеграции телефоней с СРМ, когда ни один входящий звонок не будет пропущен. То есть любой номер, с которого вам позвонят, вы зафиксируете. И даже если менеджер не ответит, придет на рабочее место, увидит, что были пропущены звонки из каких-то номеров, это будет все зафиксировано в СРМ в списке лидов, он им перезвонит и уже будет дальше обрабатывать. Может, действительно позвонил клиент, либо наоборот, кто-то спамер какой-то позвонил, либо ошиблись с номером, но все равно вы из этого списка клиентов не упустите. Очередь. Вы добавляете сотрудников, как между ними распределяется. То есть мы можем добавить. Как по сотрудникам будут распределяться звонки. Если один из этих сотрудников, у него не установлен статус, как он занят, звонок будет перенаправлен на другого, либо если сотрудник оффлайн, тоже будет перенаправлен на другого. Если, тоже можно отметить галочкой, если у сотрудника не начат рабочий день, как вот здесь у нас есть, рабочий день начат, либо можно поставить перерыв, сотрудник, например, ушел на обед, то, соответственно, звонок на этого сотрудника не пойдет, пойдет дальше по очереди. Соответственно, тоже можно разное количество гудков для переадресации установить, но у нас все-таки установлен минимум. По пропущенным звонкам вы можете, если сотрудник не отвечает, также определенный набор действий есть. Можно либо включить автоответчик, перенаправить на мобильный, на какой-то определенный номер перенаправить, либо просто завершить звонок и ничего не делать. Отмечайте галочкой сохранять запись всех разговоров. Это очень важно для дальнейшего мониторинга качества работы ваших менеджеров. Но мы особенное внимание, особенный акцент делаем на том, что когда вы ставите запись всех разговоров, клиенты необходимо предупреждать. Это вы можете записать автоматически, какую-то запись сделать, либо менеджер будет предупреждать, но все-таки нужно смотреть законодательство страны, потому что мы с разными странами работаем, под всех неподстроящихся, и у всех по-разному, очень-очень разные системы. Мы вообще рекомендуем предупреждать. Ну, мы всегда приводим в пример, да. Хотя бы вежливо предупредить об этом клиенту. Приводим в пример Германию, у которой прям стоит запрет на запись телефонных разговоров, и там вы просто обязаны предупредить, иначе на вас подадут просто в суд. Мелодии. То есть вы можете загрузить разные мелодии. Это и приветствие, и мелодии удержания звонка, удержания, ожидания ответа. У нас загружены стандартные мелодии. Вы можете перезагрузить на свое, да, то есть записать приветствие конкретно от вашей компании, и оно будет работать. Свою мелодию загрузить на ожидание звонка. И, соответственно, запись на автоответчик. Сохраняете, и уже можно все. Вот уже при аренде номера можно начинать работу. Как осуществляется тарификация звонков? По направлениям. То есть у нас все тарифы, они отмечены на сайте. Давайте покажем цены. И тарифы. Здесь они у нас есть. Тарифы на звонки. Зависит все очень сильно от направления, от того мобильный телефон, это либо-либо городской телефон, и идет вот такая тарификация. Здесь у нас цены обозначены в рублях, без, по-моему, да, без НДС. Цены, соответственно, тарификация будет идти с НДС. Ну, здесь у нас такие цены до рубля. До рубля, и у некоторых там до 2 рублей. Ну, вот на Казахстан там высокие достаточно цены. И, в принципе, вот уже можно начинать работу. Давайте, наконец, уже перейдем, посмотрим, как это все работает. Мы настраивали, настраивали. Да, еще небольшая ремарка. У нас появился новый 21 город. То есть уже в достаточно большом количестве городов можно арендовать. Коллеги, о том, как сделать так, чтобы ваш город появился в этом списке, отвечаем сразу же. Можно добавить его через сайт идей. Мы смотрим туда обязательно. Позже мы еще скажем, как связаться с сайтом идей. Ну, и чем больше набирает голосов этот город, мы видим заинтересованность вашу в этом городе, мы ее удовлетворим. Добавим ваш город. Либо через техподдержку, да. Итак, у нас сейчас будет такая небольшая запись видео, пример входящего звонка от уже известного нам клиента, когда появляется его карточка. Как это выглядит? У нас поступает входящий звонок. Я же сломается. Менеджер видит сразу, кто звонит, какие запланированы сделки по этому контакту, какие дела. Может перейти непосредственно во время разговора сразу же перейти к сделке, завершить эту сделку, если по телефону обо всем договорились, и сделать все пометки, которые необходимо сделать. Самое главное, что вы видите, кто вам звонит, и вы можете человека поприветствовать его по имени-отчеству. Если поступает, то есть если звонок пропущен, то есть, например, у нас появляется входящий звонок, менеджер не может ответить на этот звонок, нет его на месте или еще что-то, что происходит. Звонок фиксируется, менеджеру в мессенджер поступает сообщение о том, что был пропущен звонок, в ленте CRM отображается этот лид, и менеджер, придя, уже может конкретно перезвонить и обработать этот лид, установить его статус, перевести на рабочий лид, либо нет. Если сотрудника нет на месте, то есть у вас все-таки работает отдел продаж, они постоянно на встречах. Вот здесь у нас на картинке типичный сотрудник отдела продаж представленный с велосипедом. У нас курьер. Необходимо в настройках, вот мы сейчас это видели, обозначить, что если менеджера нет на месте, необходимо перенаправить звонок ему на мобильный телефон, и звонок уйдет именно на его телефон. Вот у нас сейчас здесь показано, то есть поступает входящий, перенаправляется на мобильный телефон, поговорили, зафиксировали. Что важно? Этот звонок, он все-таки происходит по мобильной связи, не в BITREX 24, через мобильный, но звонок фиксируется, запись звонка ведется, и менеджер, когда он вернется на свое рабочее место, он может обработать этот лид, прослушать заново запись, то есть вспомнить, о чем они разговаривали с клиентом, и уже внести все данные по этому лиду, по этому контакту. То есть ни один звонок не потеряется, даже если он ушел на мобильный телефон. По телефону у нас появились вопросы? Давайте поотвечаем. Да. Вопрос. Максим наш спрашивает. Телефон есть через SIP-манго, недозвоны клиентов фиксируются как успешные звонки, по 15-20 секунд. Это портит картину отчетности. Да, Максим, сейчас пока что это так. Возможно, мы позже это обработаем. Еще, скорее всего, у вас... Да, у вас еще, скорее всего, может быть включен автоответчик, не знаю, но да, такое сейчас может быть. Можно ли подключить АТС от Zadarma.com? По-моему, да. Давай посмотрим. У нас здесь есть настройки. У нас вообще в документации все описано, как подключить офисную и как подключить облачную АТС. Свои, которые не в Bittrex24. Перейдем в настройщики, в нашей телефонии. У нас есть здесь подключить свою АТС. И мы здесь уже подключить облачную, подключить офисную. Подключаем облачную, указываем вот такие данные. Либо подключается офисная АТС. В принципе, те же самые. И здесь как раз в этих настройках есть ссылка на учебный курс, в котором подробно описано, как, как, что, как подключать к телефонию. Поэтому переходите, смотрите. Там процесс, в общем-то, такой нетривиальный. Например, вот здесь есть настройка облачной АТС. В примерах у нас только манго есть. Но если я не ошибаюсь, все-таки вот с этой представленности, которую перечислили, назвали АТС, по-моему, там тоже достаточно все подключается легко. Я могу уточнить. Уточните и потом вам отдельно написать это. Да, хорошо. Дальше. Следующий вопрос. Андрей нас спрашивает. Задавал вопрос в техподдержку. А, Андрей, вот если вы задавали вопрос в техподдержку, то, думаю, техподдержка вам и ответит. Потому что мы здесь сейчас это не решим. Здесь вопрос про подключение. Если долго не отвечают, напишите, пожалуйста, мне на почту. Можете либо в нетворк. В нетворке я так и называюсь, Наталья Грихина. Поэтому пишите с номером тикета. Если долго не отвечают, будем разбираться. Да. Какими документами и как закрываются оплаты аренды номера, Наташа? Все по закону, какие положены полностью, все документы мы юридическим лицам предоставляем. Да. Да, если вы оплачивали, конечно же, вот юридического лица, но физическое тоже какие необходимые, все предоставляются. У нас оплата телефоней, по-моему, да, идет через фастком. Да, хорошо. При отсутствии активности работы... А, но это вопрос не по телефону, но в общем. При отсутствии активности на портале перерыв устанавливается автоматически? Через какое время? Нет, Алексей, у нас перерыв не устанавливается автоматически. У нас такое достаточно лояльное отношение к рабочему времени. Да, но мы думаем над этим, над различными схемами учета рабочего времени. Вполне возможно, у нас такое будет. Это очень жестко. Не стоит. Это может быть полезно тем, кто работает с удаленными сотрудниками, для того, чтобы отслеживать. Ну, я знаю, что это можно обмануть, конечно, все, но мы размышляем. Пока что четкой у нас команды такое разрабатывать не было. Для регионов получается очень дорого пользоваться телефоней. Наташа, планируется ли работа в сторону уменьшения тарифов? Дело в том, что тарификацию устанавливаем не мы. Мы не оператор связи. Мы работаем с компанией, поэтому мы поговорим. Но там очень много все завязано на разных операторов. Поэтому, не знаю, если получится снизить тариф, конечно, сделаем. Но пока не знаю. Пока нет. Да, Астерикс бесплатно найти можно? Или надо покупать? Владислав, все-таки не компания Астерикс. Да, мы не знаем. Вы обращаетесь к ним. Через нас бесплатно получить Астерикс все-таки нет. Крым будет? Если будет, то когда? Сложный вопрос. Пока не знаю. Посмотрим. Сложный политический вопрос. Пока что мы не готовы на него отвечать. Планируется ли возможность принимать вызовы из Битрикс24 на стороннем софтфоне? А что такое софтфон? Что такое сторонний софтфон, Егор? Мы пока что не научились. Не работаем с такой сущностью. Не знаю, что это. Такое, пожалуйста, уточните. Да, интересно. Не понятно, что это. Телефония, за исключением нескольких замечаний, работает отлично. Сейчас четыре менеджера отрабатывают сто входящих и сто исходящих. Попутно примерно столько же письм. Максим, спасибо. Почему-то не обновляется дата аренды СИП подключения на вкладке баланс и статистика. Если я не ошибаюсь, дата там обновляется раз в сутки. Если все-таки я не прав. Максим, пожалуйста, давайте общаться через техподдержку. Это вопрос технический. Мы сейчас его здесь с вами не решим. Планируется ли возможность настройки жестких очередей? Нужно, чтобы первоначально звонок принимал всегда секретарь. Егор, пока что такого в планах у нас нет. Можно же сделать. У нас есть какая-то очередь, но прям такой вот строгой, чтобы принимался. Нет, подожди. Ну давай, хорошо. Можно настроить очередь поставить только секретаря. Вот здесь настройки телефонии, где вы настраиваете номер. Где у нас очередь? Вот она очередь. Вот, вы ставите только одного секретаря, одного человека. Больше никому номер ставите, что ничего не распределяете, не делать. Все звонки с неизвестных номеров будут поступать в данный момент на Наталью Грихину. А в процессе звонка, когда к нам поступает звонок, сейчас же у нас появляется перенаправление. То есть секретарь уже может перенаправлять с помощью Битрикс24 к другим сотрудникам. Ну да, если это, Егор, решит вашу проблему, то хорошо. Вот пишут, что Крым работает. Да, хорошо, ура. Так, здесь я не понимаю, что это такое. По телефонии у нас вопросов, наверное, больше нет. Дальше пойдем. У нас просто еще небольшая часть есть про бизнес-процессы и уже будем заканчивать. Если у вас появляются вопросы по любым блокам СРМ, пишите, поотвечаем. У нас есть небольшой пример, как автоматизировать бизнес-процессы именно в СРМ. Сейчас мы не затрагиваем бизнес-процессы вообще в Битрикс24. Это именно СРМ. Я лишь скажу, что у нас по бизнес-процессам есть серия шикарных вебинаров, где мы рассматривали очень много возможностей бизнес-процессов. Ну, расскажем. Вот сейчас у нас пример автоматизации бизнес-процессов по распределению лидов по возможной сумме сделки. Когда у вас, например, есть какой-то определенный пул лидов, которые интересуются, вы добавляли разные товары. И у вас есть часть менеджеров, которые работают с обычными клиентами, часть менеджеров, которые работают с VIP-клиентами. Предположим, вам нужно распределять, если сумма сделки больше 100 тысяч, то необходимо распределять лиды, отправлять эти лиды на обработку одной группе менеджеров. Если меньше, то другой группе менеджеров. Вы в бизнес-процессе отмечаете, что делать. То есть поступает лид. Вот это у нас условие, это сумма сделки. До 100 тысяч ставится задача одному сотруднику, больше 100 тысяч другому сотруднику. И дальше уже здесь у нас не показано, идет процесс, поступают уведомления, уведомления в почту, уведомления в мессенджер. И как работает, да, то есть по завершении задачи, соответственно, бизнес-процесс завершается. В принципе, здесь особенно ничего сложного нет. Можно просто посмотреть наш вебинар по бизнес-процессам, поразбираться. Здесь я конструктор визуальный, да, то есть вот этот бизнес-процесс, который показан здесь, его делала я, поэтому я не программист вообще ни разу. Ну, он хоть работает у тебя? В принципе, достаточно удобно, да, работает. Точно? Проверяла? Точно, точно проверяла. Слушай, вот сразу же вопрос про бизнес-процессы. Хочешь? Конечно. Можно ли, используя бизнес-процессы, прописать сценарий? Ну, то есть сценарий, я подозреваю, что делать, если так, если пошло туда, то что делаем? Ну, теперь, ну, чисто теоретически, Алексей, можно. Я это представляю себе так, что вы, что менеджеру создаются задания, да, и он в зависимости от того, что произошло, нажимает кнопку, например, да или нет, и ему выдается следующее действие, что он должен сделать. То есть я подозреваю, что да, можно. Разговор по выбору ответа клиента, да, такое можно сделать. Здесь можно, да, то есть я сейчас показываю, уже делать что? Поставить условия, да, где-нибудь в конструкции, вот, добавить условия и уже выбирать, что происходит, если что. Ну, например. Типы, например, поле документа и выбирать по полям, да, по фамилии, по валете какой-то. Ну, сейчас мы вот прямо так много сильно не расскажем про этот. Алексей, можно, я знаю, что можно, я себе это уже в голове нарисовал, как это можно сделать, можно, да, такое сделать можно. Можно ли определить процесс, состоящий из нескольких бизнес-процессов? Ничего себе, Марина, а что это такое? Определить процесс, состоящий из нескольких бизнес-процессов? Лучше пример конкретный приведите, пожалуйста. Да, 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 пример вашего технологического процесса, Марин, я не совсем вас понял. Так, спасибо, будем пробовать. Всего хорошего, удачи, если что, обращайтесь. Так, у нас есть вопросы, ага, можно ли запускать, ага, можно ли запускать бизнес-процессы из другого бизнес-процесса? Пока что сейчас у нас такой возможности нет, но, Алексей, я открою небольшую тайну, что у нас весной планируется прям много доработок по бизнес-процессам. Мы видим, что этот инструмент очень востребован, и у нас будет прям очень много всего доделано. Я сам за них переживаю, очень люблю этот инструмент, поэтому сам буду проталкивать некоторые ваши и свои идеи. Так, сценарии, да, большое спасибо вам тоже. Сценарии скрипты при звонках клиента можно реализовать через раздел «Сервис». Пункт вопроса и ответа вот вам подсказывает, Алексей. Алексей, спасибо. Так, что еще? Ну, у нас больше сейчас нет вопросов по телефонии, нет вопросов по бизнес-процессам, но есть вопросы. О, есть по телефонии вопрос. Когда компьютер менеджеров в спящем режиме, то звонок все равно поступает к нему. Можно ли этого избежать? Егор нас спрашивает. Наташа, избежать можно? Я не знаю. Можно, да. У вас, если в спящем режиме находится, то, соответственно, вот в мессенджере у него будет статус «Отсутствует». Вот здесь у него статус будет. Сейчас мой статус. Мой статус онлайн, у него будет статус «Отсутствует». Вот такой. Он автоматически у нас устанавливается сейчас. И в распределении, в настройках, в распределении лидов можно указать, что делать, если не направлять звонок на сотрудника. А, это у нас, если перерыв установлен. У нас, значит, это автоматически будет. Если сотрудник у нас находится в статусе «Недоступен», то звонок не пойдет, он пойдет в очередь. Но если сотрудник один в очереди, то он только на него пойдет. Поэтому посмотрите, как у вас настроена очередь. Если все настроено правильно и все равно звонок поступает, напишите, пожалуйста, мне. Посмотрим, где еще подкрутить настройки. Наташа, спасибо тебе за ответ на вопрос. А теперь у нас следующий вопрос. Есть ли по бизнес-процессам обучения или очень подробный вебинар с разбором всех элементов конструкции? Максим, у нас, как мы говорили, есть такие вебинары. Да, у нас их аж 4 штуки. Сейчас вам… Скоро нужно будет делать фильтр. Да, Наташа нам сейчас покажет. Кстати, хорошая идея. Здесь мы посмотрим прошедшие вебинары по бизнес-процессам. Вот, он у нас последний был 12 ноября. Запись можно посмотреть. И вообще у нас где-то раз в месяц, они вот 15 октября был вебинар. И до этого тоже я знаю, что вебинары все-таки были по бизнес-процессам. Ну, Максим, там мы рассматриваем прям не все элементы конструкции, но самые часто используемые, которые помогают решить большинство ваших технологических процессов, мы там рассматриваем. Да, плюс дополнительно есть учебный курс. Если вы заходите из Bittrex24, вот из своего, например, да, вот вы находитесь в бизнес-процессах. СРМ. СРМ, настройки, бизнес-процессы. Вы сразу же переходите, вот здесь пункт есть такой помощь, в учебный курс, в раздел по работе вот с бизнес-процессами. Да, например, здесь вот сразу будет у нас бизнес-процесс. И здесь подробно, достаточно очень подробно, мы сами его смотрели и при подготовке к вебинарам, как это работает, как настраиваются конструкции, как туда что писать, какие поля, примеры. Очень много примеров разных. Поэтому смотрите здесь полезный курс. Да, хорошо. Скажите по телефонии, можно ли осуществлять поточные исходящие обзвоны? Евгения нас спрашивает. Наташа, ты знаешь? Я не знаю. Обзвоны? Нет, прям автоматически обзвоны нет. Нельзя. Расскажите, как подключать уже действующий номер 8800? Действующий номер, если для исходящих звонков, вы можете подключить для приема входящих на этот номер, вам нужно будет сделать интеграцию с АТС, через который этот номер у вас получит. Для входящих. Да, для входящих. Это либо интеграция с офисной или виртуальной, как через что у вас подключен этот номер, либо аренда другого номера 8800 через нас. Так вот, чтобы где-то вы взяли этот номер и просто подключить, и чтобы оно работало с Bittrex 24, такого не будет. А можно ли перевести уже арендованный номер на Bittrex? Нет. Другой каратор? Нет, нельзя. Нет. Телефония настраивается в коробке? Спрашивает нас Оксана. Оксана, телефония настраивается в коробке. Точно так же настраивается. Да, точно так же. Так, можно ли при помощи BP сделать так, чтобы значение определенного... Егор, наверное, мы сейчас на этот вопрос рассматривать не будем. Это вопрос, как говорится, бизнес-процессор. Так, почему вебинар называется «Новогодняя продажа», Наташа? Потому что это самое время работать с... То есть осталась неделя до Нового года, и можно прямо сейчас усилить свои продажи с помощью CRM Bittrex 24 вот за эту неделю, которая осталась. Потому что сейчас самый пик, самый пик активности. Самый пик дожимания. И, наверное, не только... Просто мы когда планировали этот вебинар, да, то есть сделали, что именно получение максимальной эффективности в период новогодних продаж, новогодних продаж клиентам. А тут так случилось, что у нас еще и ситуация такая нестабильная. Еще как бы еще больше плюс. Наверное, самое такое эффективное внедрение CRM в компании, когда, как говорят, что в период кризиса сопротивление сотрудников сломлено внешними факторами. Да, хорошо. Кому задавать вопросы по интеграции уже существующего номера 8800? Вы можете задать их в техподдержку? Задавайте в техподдержку, но... Как Наталья и сказала, да. Номер уже существующий, номер только через интеграцию с АТС, через который у вас этот номер подключен. Он просто физически не будет так работать, если его просто взять куда-то прописать. Так, по телефонии у нас примерно ориентировочно все по вопросам. Давай дальше пойдем по другим сущностям. Можно ли генерировать документ по шаблону в бизнес-процессах? Спрашивает нас Дмитрий. Дмитрий, такой возможности сейчас нет, но подозреваю, что она появится весной. Весной, когда мы расширим поддержку бизнес-процессов и ЦРМ. Так, что еще? Это у нас, да, это было. Было, было. У нас форма счета и поля разные. Например, мы в Казахстане. Некоторые пункты у нас называются по-другому. Спрашивает нас Олег. Я подозреваю, вы хотите, чтобы мы как-то дали возможность переименования пунктов в документах, в счетах и так далее. Да, мы знаем о такой проблеме, Олег. Сейчас у нас такой возможности нет, но мы знаем, что есть такая проблема, мы над ней работаем. Да, Наташа? Будет чуть-чуть позже. Скорее всего должно быть. Нас, кстати, сейчас слушает наш продукт-менеджер Катя Шеленкова. Она все вот эти вот записывает. Пожелания. Пожелания, да. Сколько будет стоить доллар через год? А черт его знает Иван, мы сами бы хотели знать и от этого бы спрогнозировать наши действия. Так, есть ли возможность массового редактирования лидов? Например, сменить наблюдателя. А пойдемте посмотрим. Мы вот на память-то не помним. Интересный вопрос. Пойдемте посмотрим. Можно. Почему? Вот, можно назначить ответственным. Хорошо, да. Можно так, либо через карандашик. Да, выделить вот тут. Ну, и тут. Но тут тогда руками менять. Зачем через карандашик-то? Алексей, можно. Вот, отмечаем все лиды и что нужно с ними сделать. И все, меняем ответственного, на который нам нужен. Вот все-таки, ты знаешь, Евгений не совсем понимает, как можно подключить, как же так, что нельзя подключить телефонные номера, купленные раньше в Битрикс? Ну, раньше купленные где? Не у нас же. Если вы арендовали этот номер у какого-то другого оператора, как мы можем полностью все звонки и всю работу со звонками по этому номеру переключить на нашего оператора? Это только исключительно через, вот, с помощью СИП-коннектора к вашей АТС. То есть, где у вас этот номер, он через что работает? Вы его просто же, не просто где-то пошли купили, да? То есть, где-то вы его либо арендуете, либо вы его полностью купили. То есть, он же через кого он у вас куплен? Напишите, пожалуйста, либо мне, либо в техническом... Был куплен через Уранж Телеком. Уранж. Ну, вы через что с ним работаете? Это у вас городской, это у вас через АТС. То есть, очень сложно понять, как он у вас подключен и как у вас сейчас на него идут входящие звонки, через что. И тогда уже нужно смотреть по интеграции с вот этой системой, через которую вы сейчас работаете. Обсудим в кулуарах, да, в нетворке. Напишите, да, либо мне в почту в нетворк, либо в техническую поддержку. Ребята уже посмотрят детально и помогут вам как-то это интегрировать. Еще один вопрос. Можно ли Битрикс связать снова МИД-5 платины? Нет, нельзя сейчас. Такой возможности у нас нет. Работает ли в России сейчас законодательство о привязке номеров? Привязки куда? Максим, мы не знаем. Пожалуйста, уточните. Уточните, непонятный вопрос. А с террасофтом Битрикс связывается? Есть решение? По полной интеграции? Может быть, есть приложения какие-то? В разделе. Может, покажешь, где у нас есть приложения для тех, кто, мало ли. В Битрикс 24, да, зайти в приложения. Здесь же также спрашивают интеграцию с Октел. И из категории выбрать тоже импорт-экспорт данных. И посмотреть, какие есть приложения и с чем они работают. То есть, вот, перечисленных, по-моему, нет таких. Нет. Ну, окей. С террасофтом, по-моему, у нас нет по экспорту импорта. Я знаю, что нас слушают сейчас тоже коллеги, наши партнеры. Поэтому, коллеги, для вас, вот, собственно, бизнес-идея, да, реализовать какие-то интеграции. Так, можно ли свободный и красивый номер 8800 у какой-то компании арендовать через вас? Ну, например, там, продавец какой-то будет, Билайн, либо Мегафон. Нет, коллеги, мы работаем только с одним оператором. Это Зингая. Нет, через нас просто взять, пойти, какой-то чей-то номер купить нельзя. Да. Ой, вопросов у нас прям как-то совсем многовато. Виктор нас спрашивает. Лиды приходят с сайта. Если вручную, то все работает, а с сайта нет. Виктор, не совсем понимаю у вас, что работает, а что нет. Наверное, это вопрос больше для техподдержки. Так. При конвертации лида с новыми контактами, e-mail, телефон, в существующий контакт, данные из этого нового лида не добавляются в контакт. Максим, очень интересно. На нашем примере они добавлялись. Если это действительно так, как вы пишете, тогда это, скорее всего, ошибка. И здесь лучше ее сообщить через техподдержку. Так. При запуске нового Bittrex 24 можно ли залить текущие сделки и контакты с CRM, с TerraSoft? Пока что сейчас нет. У нас единственное, можно залить с другой CRM. Если они экспортируются, но сделки все равно мы не экспортируем. Не экспортируем. Прямо такой вот у нас экспорта из TerraSoft нет. Возможно, опять-таки, наши партнеры, коллеги сделают. Подумаем, второй вопрос. Да, уже. У нас зато есть конвертация данных из другой CRM. Так. Что еще? Слушай, вопросы поступают и поступают. Существует ли что-то типа монитора руководителя, по которому можно быстро мониторить активность? Или подскажите, где посмотреть? Наверное, здесь речь идет о мониторе именно CRM, да? Прямо такого монитора CRM у нас нет? У нас есть общая лента CRM? Да, монитора CRM для руководителя у нас нет. Может посмотреть в ленте активность по всему. Ну и плюс, конечно же, отчеты. Да, то есть посмотреть вот именно по всей CRM, что происходит. И посмотреть именно отчеты. Возможно ли импорт в контакты и в какой форме? Евгений, такая возможность есть? То есть, да, вы можете загрузить, импортировать контакты из... Сейчас мы покажем. Из Gmail, Outlook, Яндекса, либо из CSV-файла. Такое есть. Ой, так, ну что, Наташ? Я думаю, что мы будем уже завершать, потому что мы можем так бесконечно, целый день отвечать. Да, 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 да. Небольшая, не знаю, позитивная информация. У нас сейчас действует акция. Акция будет действовать до 12 января. Скидки от 10 до 20 процентов. Заходите на сайт, смотрите. То есть как раз сейчас время обновить, продлить свои Bitrix24. Ну и, наверное, у нас теперь к вам вопрос. Был ли вам этот вебинар полезен? Узнали ли вы что-то новое? Если да, напишите, пожалуйста, в вопрос и плюсик. Доброе слово, смайлик, что-нибудь еще. Если нет, напишите минус. Мы будем видеть. Если нет, то, пожалуйста... О, смайликов много. Если все-таки вы, коллеги, вам был не очень полезен наш вебинар, пожалуйста, скажите, как мы его можем улучшить, что мы можем еще рассмотреть дополнительно в наших вебинарах. Мы будем стараться это сделать. Да, ну и большое спасибо за внимание. Вот наши контакты. Это Bitrix24 Network. Подключайте, спрашивайте там. Постараемся по возможности отвечать оперативно. Но тоже смотрите, что мы все-таки работаем. Да, все-таки если вам нужен четко установленный регламент ответа на вопрос, рекомендуем все-таки обращаться в техподдержку. И если какой-то вопрос, потому что вот я делаю, у меня не работает, это все-таки лучше в техподдержку, потому что ребята там будут именно разбираться. Ну и все-таки хочется сказать, что скоро Новый год. Этот у нас вебинар был финальный в этом году. В следующем году мы продолжим рассказывать про Bitrix24. Постараемся делать вебинары более углубленные по фичам, по разным возможностям. Будем стараться освещать новые возможности, ну и учить вас работать с Bitrix24, рассказывать обо всем непонятном, отвечать на ваши вопросы. Да, коллеги, с наступающим вас Новым годом, всего вам хорошего, хорошо встретить Новый год и отдохнуть на каникулах. Наташа, спасибо тебе за вебинары, за организацию, за все. Коллеги, ура, целуем, обнимаем, ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего вам хорошего. До свидания.